МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казани с крупной партией синтетических наркотиков задержаны два студента. Это не только прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оба ехали на зеленый и оба среагировали в последний момент. Серьезная авария произошла на пересечении улицы Шамиль-Усманова, Волгоградской, Декабристов. Там столкнулись Лада 15-й модели и Газель. Один из автомобилей поворачивал налево, когда другой ехал прямо. Что говорят участники аварии, расскажет Рамиль Шайдулин. Несмотря на серьезные повреждения, которые получил отечественный автомобиль, на мужчине им управлявшим не было ни царапины. Участники аварии не стали вызывать медиков и остались дожидаться сотрудников ГИБДД. Водитель Лады 15-й модели отметил, что ехал прямо по Волгоградской. Хотел доехать до Шамиля Усманова, но оттуда ехала Газель. Грузовик поворачивал налево на Декабриста. Вы едете прямо, и вас тут же сносит Газель. Да, он получается поворачивал налево. Он вас не против. Да, да, да. Водитель Газели подтвердил, что поворачивал налево, но признавать свою вину мужчина не спешил. Признал, что на его стороне были очевидцы. Оба выскочили, получается, и друг друга не заметили. У меня очевидцы говорят, что он с другого места вылезал. Противоположный с той стороны вылезал. Ну, вы же видите, что вон тут ехал, получается. Ну, получается, я бы... На листах тоже по третьей очереди. И у меня тоже так же. По правилам дорожного движения, водители, желающие повернуть налево, обязаны пропустить встречный поток. Теперь автоинспекторы должны определить, откуда двигалась легковушка. В случае, если сотрудники ГИБДД решат, что оба транспортных средства двигались друг другу навстречу, то с большой вероятностью виновным могут признать водителя Газели. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Азат Самигулин. Вызов 112. На перекрестке улиц Гагарина и проспекта Ибрагимова столкнулись Ауди и Рено. От комментариев о случившемся оба водителя отказались. Однако, судя по повреждениям, удар был сильным. В результате ДТП у германской иномарки повреждена передняя часть, у Рено же смята правая передняя дверь. У обоих автомобилей сработали подушки безопасности. По предварительным данным, пострадавших нет. Самостоятельно покинуть место происшествия автомобили не смогли, и им понадобилась помощь эвакуатора. Смотрел, как горит человек, и смеялся. В Кампских полянах 22-летний молодой человек обвиняется в попытке убийства 66-летнего мужчины. Причем очень жестоким способом. Потерпевшего облили горючей жидкостью и подожгли. Альбина Минебаева знает все детали. Она вышла в подъезд, почуя запах гари, и ужаснулась на ее глазах. Горел живой человек до сих пор на стенах, за которые он хватался. Видны следы копоти и прилипшие остатки одежды. Он не кричал. Это именно, что он стоял молча. То, что я у него полагария, то вышла, посмотрела, он тут уже факел и полыхает. И потом уже решала его тушить. Он потом только, когда упал, уже потушил, на нем все сгорело полностью. Плэд до трусов все такое. Ботинки остались и немножко куртки сверху. Он только лежал, говорил, что ему больно. Все. Пока она обливала мужчину водой, стараясь сбить плавя, рядом стоял и веселился тот, кто предположительно его и поджег. Стоял, да, пахал и... Смеялся, что ли? Конечно, ему было смешно очень. Он как-то... Ну, наверное, у него все в порядке с головой. Убежал он после того, как Галина вызвала скорую и полицию. Пострадавший экстренно был доставлен на обережные Челны в ожоговое отделение больницы скорой медицинской помощи. У него обгорело 40% тела. В тот же день полиция Камских полян задержала и подозреваемого, 22-летнего местного жителя. В настоящее время следственно установлено, что Брызгалов пошел в гости к самому другу, при этом последний не оказался дома. Однако в подъезде он встретил, находившись в состоянии алкогольного опьянения, потерпевшего. Между мужчинами произошел скандал, в ходе которого злоумышленник ударил пенсионера, и тот упал, а затем отобрал у него флаконы с спиртосодирающей жидкостью, предположительно этилом и спиртом, после чего облил его и поджег. При этом причастности к совершению преступления он признал частично. Александра Брызгалов в доме, где все случилось, личность известная, почему-то именно этот подъезд он облюбовал для своего времяпровождения. Саша бродячий человек, он нигде не работает, нигде не учится. Но он какой-то сам себе на уме, мне кажется, у него маленькая, и с головой не в порядке. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В Пестричинском районе спасатели ищут 22-летнего парня. Заявление о пропаже молодого человека поступило по единому номеру вызова экстренных служб 112 еще 10 февраля. Очевидец 33-летний мужчина заявил, что нашел на мосту через реку Меша вещи, куртку и телефон. Выяснилось, что они принадлежат 22-летнему юноше. К месту предполагаемого исчезновения парня выехали спасатели. Они проверили больше 4-х километров береговой линии реки. Также в поисках участвовал водолазный отряд. Однако результаты так и не было. Сейчас поисковая операция продолжается. В Высокогорском районе суд вынес приговор по уголовному делу о гибели женщины, которую забодал бык. Напомним, трагедия произошла 31 октября 2016 года в деревне Турнояз. 57-летняя женщина, увидев, что на ее придомовую территорию пробрался бык, попыталась прогнать его. Однако разъяренное животное напало на пенсионерку. Отогнать быка удалось лишь соседу с вилами. После нападения потерпевшую срочно госпитализировали в районную больницу. У нее были переломаны ребра, повредены внутренние органы и разбита тазобедренная кость. Спустя две недели от полученных травм женщина скончалась. Как выяснилось, несчастный случай произошел по вине 53-летнего хозяина фермы, который нарушил правила техники безопасности и охраны труда при выпасе скота. Подсудимый свою вину не признал. Суд назначил ему наказание, видя двух лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком 4 года. Их признали виновными в преступлениях, совершенных два десятилетия назад. Двое мужчин, как доказали следователи, участники организованного преступного сообщества, уже подозревались в убийствах в конце 90-х. Но тогда их причастность так и не установили. На сбор доказательств ушли десятилетия. Сергей Хайдаров узнал, какой вердикт вынес им в суд. Подсудимых ведут под усиленным конвоем. Их родственники не желают огласки этого дела. Бери камеру свою, сволочь! Как доказали следователи, в 90-е годы мужчины состояли в группировке «Тридцатовский», у которой возник конфликт с другой ОПГ «Стрелковский». Они не поделили территорию 30-го микрорайона. Согласно уголовному делу, в одной из стычек подозреваемый и еще один участник банды расстреляли четверых человек. Двое погибли на месте. А в 99-м году в поселке Красный Ключ, уверены следователи, они убили еще одного человека. «Титов и Кисляков являлись активными участниками организованной группы «Тридцатовский», имели обнестрельное оружие, осуществляли финансирование криминального общаганта. Анализируя совокупные собственные доказательства, установленные к исследованию судебного заседания, суд находит вину «Титова и Кислякова» установлены. В 97-м году подозреваемых уже задерживали. Следствие шло два года. В 99-м мужчин отпустили, не установив их причастность. Повторно подозреваемых задержали в 2016-м. Почти 20 лет ушло на сбор доказательств. Комментируя свою причастность к преступлениям на камеру, подсудимые отказались. Суд учел, что в 90-х мужчины провели под стражей два года, а также принял во внимание смягчающие обстоятельства, положительные характеристики и состояние здоровья, и назначил им по 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и по полтора года ограничения свободы после освобождения. Сергей Хайдаров, Эльвира Софиульна, Рафаэль Ракипов. Вызов 112. Полицейские задержали двух студентов одного из вузов Казани по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. У двоих молодых людей, одному 17 лет, другой на год старше, при себе нашли крупные партии синтетических препаратов. Айрат Назипов узнал, что теперь им грозит наказание, которое несколько больше их возраста. При себе имеется запрещенная вещь в гражданском обороте. Наконечки оружия не добыт преступных причин. Если такого имеется, можете указать на них? Есть. Что у вас имеется? Наконечки. Их задержали на улице Читаева. Спустя мгновение молодые люди активно сотрудничали с оперативниками, рассказывая, где что лежит. В их карманах стражи порядка обнаружили наркотики самых разных видов. В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у задержанных более 83 граммов мефедрона, порядка 1 грамма синтетического наркотика МДМА, 31 грамм гашиши и порядка 30 грамм амфетамина. Осмотрев телефоны подозреваемых, оперативники обнаружили фотографии с адресами закладок наркотических веществ, которые, по признанию самих молодых людей, они приготовили для дальнейшего сбыта. На следственных мероприятиях с участием задержанных по улице Читаева были обнаружены два тайника с наркотическим веществом мефедрон. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде ареста. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает до 20 лет лишения свободы. Айрат Назипов, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать обо всех происшествиях. Можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. На этом у меня все. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Субтитры создавал DimaTorzok